Утренних фильтров в школе оказалось мало. Сегодня в образовательных учреждениях свободное посещение в связи с угрозой коронавируса. Кроме того, губернатор региона заявил, что со следующей недели школьников отправят на трехнедельные каникулы. Все это делают, чтобы не допустить распространения инфекции. Эстафетную палочку подхватили и организации предприятия Подмосковья. В фойе Химкинской администрации на страже здоровья коллектива старшая медсестра Людмила Захарова. Мимо медика с цифровым градусником в руках не пройдет ни один работник. Здесь для нее все равны – и уборщицы, и вышестоящее начальство. Важно не пропустить ни одного сотрудника с температурой. Сегодня была максимальная температура. Скажите, какая? 36,7. Много человек проверяли? Всех проверяли. В случае, если обнаружится температура, что делать? Оставляем здесь и к доктору отправляем. Не пропускаем. Если бы высокая была температура, то скорую вызываем. А это уже троллейбусное депо. Здесь каждый час в бой с бациллами вступают водители и кондукторы с тряпками в руках и дезинфицирующим средством. Утром перед выпуском обязательно. Потом в течение на конечных остановках. Ну, где-то полтора-два часа проходит. И обязательно при заезде на обед. А чем вы ведь? Дезактив-М. Это что такое? Дезактив-М – это антибактериальное средство, насколько я поняла, которое убивает все бактерии и микробы. Генеральную же уборку транспортного средства сотрудники депо проводят по ночам. При заезде в парк водитель сдает смену мойщикам. Мойщики в это время убирают троллейбус также дезинфицирующим веществом. Полностью это уже капитально происходит. Мастера этот процесс контролируют. Каждый день так происходит при заезде в парк троллейбуса. Пока транспортные компании следят за здоровьем пассажиров, а предприятия города за здоровьем своих коллективов, поликлиники города работают в штатном режиме. Повода для паники нет, говорят медики. Прибывших из очага коронавируса туристов врачи осматривают только на дому, берут мазки на инфекцию. Готовят анализ в лабораториях около двух дней. Отправляют на подтверждение в Новосибирский исследовательский институт «Вектор». Во-первых, у нас разделены потоки. Мы при входе фильтруем, если у нас есть тут с температурой, с жалобами, то мы их отправляем по улице в бокс и осматриваем там. И проходят пациенты только без катаральных и без каких-то подозрений на вирусные инфекции. Простые правила профилактики повторяют врачи. Чаще и тщательно мойте руки. Процесс должен занимать не менее 40 секунд. Носите маски, меняйте их каждые два часа. Обильное питье также может спасти от инфекции, ведь на сухих слизистых вирусу проще осесть. Отмечают в регионе и повышенный спрос на некоторые продукты – крупу, макароны, консервы. Однако, как сообщают специалисты, пустые полки в магазинах связаны скорее не с дефицитом товаров, а со страхом россиян остаться без продовольствия в связи с карантином. Но повода для паники нет, заявляют в региональном министерстве сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Цитата. «Запасы есть, но оперативно пополнять полки не всегда получается. Есть договоренность с торговлей по наращиванию товарных запасов по востребованным группам товаров». Конец цитаты. В аэропорте Шереметьево продолжают усиленный контроль за прибывающими пассажирами. Сегодня в Московской области 9 подтвержденных случаев заражения китайским вирусом. Местные власти держат руку на пульсе. О мерах безопасности рассказали на оперативном городском совещании. Смотрите далее. Алена Беляева, Александр Сергеев, Алексей Сыченко. Новости Химки ТВ.